По милости Божией, сегодня в этом храме, в Бутырской тюрьме, мы собрались в преддверии рождественских чтений для того, чтобы совершить единими усты божественную литургию. Так получилось, что возле престола собралось 12 священнослужителей, как 12 учеников, и мы совершали литургию, молились за тех людей, которые здесь находятся, осужденные, за тех людей, которые здесь трудятся, работают, обслуживают. Молились за тех священнослужителей, которые работают и трудятся, и помогают осужденным на всей территории России. Вот так посчастливилось, что я сегодня имел возможность впервые приступить к причастию именно в этом храме. Замечательно, что я являюсь настоятелем храма святителя Луки и с города Красноярска. Я знаю, что здесь, в этой тюрьме, находился и святитель Лука, воин Иосинецкий. Хотелось бы отметить, что в Красноярске очень уважают святителя Луки, как архипастыри, как хирурга, врачи. Я служу при медицинском университете, и Господь расположил так, что преподаватели единым голосованием приняли, чтобы наш медицинский университет носил имя воина Иосинецкого. Впоследствии был открыт храм в начале домовой около 10 лет, и сейчас уже полтора года построен храм небольшой. И там совершаются божественные тургии, причащаются студенты, причащаются преподаватели, причащаются эти люди, которые нуждаются в хирургической помощи. Многие люди приходят помолиться перед операцией, что очень важно. В этом году у нас также была великая радость, потому что перед медицинским университетом был установлен памятник. Это второй памятник в городе Красноярске. Также был и освящен храм в 100 километрах от Красноярска. Это место пребывания святителя Луки, Большая Муртуа. Эти достопримечательности, они как наследие святителя Луки на территории Красноярска, что у нас находится 14 храмов. Это часовни, действующие храмы, это молельные комнаты, это при больницах, это отдельно строящиеся здания есть. Поэтому наследие святителя Луки распространяется. Даже в 10-й школе, это где госпиталь 15-15, тоже находится часовня небольшая. И ребята, которые учатся в этой школе, они очень почитают святителя Луку. Поэтому есть особый день поминовения. Так что под покровительством именно святителя Луки мы сегодня тоже молились ему, обратились, чтобы он нам помогал, наставлял. Он как архипастор для нас наставляет. И в том числе для тех людей, которые помогают людям, находящимся в тюрьме. Ибо и он находился в тюрьме только на территории Красноярского края, две ссылки. Поэтому мы к нему обращаемся, молимся, чтобы он нас наставлял. Это доброе дело служения ближнему. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова